Открытие нового здания сотрудники Республиканского Министерства внутренних дел ждали без малого два года. Потому переезд стал значимым событием для всей полиции региона. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов, подчеркнув важность работы, которую сегодня выполняют сотрудники правоохранительных органов, заявил, что более комфортные условия позволят выполнять эту работу еще лучше. Убежден, что личный состав Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике, благодаря своему добросовестному труду заслуживает работать в достойных условиях. А органы власти Карачаево-Черкесской республики будут и впредь оказывать необходимое содействие в укреплении материально-технической базы и бытовом устройстве служителей правопорядка. В завершение своего выступления хочу поблагодарить Сергея Викторовича Вас, министра внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике Александр Николаевича и сотрудников Министерства внутренних дел за очень важную для общества работу, профессионализм и добросовестное отношение к службе. В свою очередь начальник главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу Сергей Бачурин отметил, что новое здание соответствует всем современным требованиям и нормам. А его строительство стало возможным благодаря взаимодействию республиканских органов власти с федеральным центром. Надеюсь и уверен, что личный состав добросовестно будет выполнять свои задачи по обеспечению правопорядка и безопасности, взаимодействию с нашими коллегами. Хочу лично выразить слова благодарности руководству МВД в лице министра внутренних дел Российской Федерации за поддержку данной инициативы. Лично поблагодарить главу региона, высшее должностное лицо, которое обеспечило и предоставило территорию, на которой мы сегодня находимся, где и было, проведена реконструкция уже имеющегося здания. Поблагодарить строителей, которые занимались строительством и благоустройством территории, ветеранскую организацию в лице председателя Совета ветеранов, всех тех, кто принимал в этом участие. Еще раз от себя лично поздравляю, желаю успехов в оперативно-служебной деятельности. Новое здание площадью более 10 тысяч квадратных метров, включает в себя 130 кабинетов, зал для совещаний и спортивный зал, интерактивный тир, столовую и административные помещения. В общем, здесь созданы самые комфортные условия для сотрудников полиции. Во-первых, новое здание у нас оборудовано всеми современными устройствами, скажем так. Все, что самое последнее на данный момент есть из техники, нас снабдили всем, всей техникой необходимой. Это первый момент. Второй момент – очень большие кабинеты, очень просторные. Минусы нашего здания, которое находится в центре города – очень маленькие кабинеты. Как-то все давилось. Здесь очень просторно. То есть, где мы сидели по три человека в кабинетах, здесь мы можем сидеть уже по два, по одному даже. Хорошая большая территория. Все чистенько, все ухоженно. То есть, коэффициент полезного действия увеличится в разы. Стоит отметить, что руководством МВД России уделяется большое внимание совершенствованию материально-технической базы своих сотрудников, в том числе и обеспечению их жильем. Для этих целей в Черкесске ведется строительство 17-этажного многоквартирного дома для сотрудников полиции.